Сегодня утром занималась зарядка и вспомнила историю про то, как я ходила на кроссфит. Я поселилась в Таиланде, в маленьком красивом домике возле озера. И моя соседка мне рассказала, что она по утрам ездит на кроссфит, заниматься кроссфитом. Я спросила, что это такое, она говорит, ну это такие нагрузки, там тяжелые, физические, можешь попробовать, потому что после этого очень много энергии. Я подумала, что я настолько слабая, мало того, у меня там болит спина, я не смогу заниматься. Но решила попробовать. Думаю, ну хотя бы один раз надо сходить посмотреть, что это такое. Тем более она после кроссфита приезжала, знаете, такая прям заряженная и очень активная. И я поехала и позанималась первый раз. У нас был тренер австралиец, весь такой накачанный, весь такой вообще крутой. Я не знаю, он всю жизнь занимался фитнесом, всю жизнь занимался спортом. Но кроссфит это не только про поднятие тяжести и про, я не знаю, штанги и тяжелый вес. Нет, кроссфит оказалось, что это и про гибкость одновременно, и про мышцы, да, конечно, и про построение тела. У него достаточно грамотный подход был, мне очень нравилось. Там действительно на время, на короткое время выполняешь какие-то определенные упражнения физические. И да, они вроде как, ну такие достаточно изматывающие, но за счет того, что они все время меняются. И нагрузка то на одни мышцы, то на другие мышцы. То мы с мячом там что-то делаем, подкидываем его. То, ну достаточно тяжелый мяч, там несколько килограмм весит. То мы штангу действительно учимся поднимать, то мы стоим возле стены, такие, знаете, выпрямляемся. То мы растяжку какую-то делаем, то мы на велосипеде, то мы, значит, греблю делаем. И все это на открытом воздухе, потому что кроссфит в Таиланде, это, знаете, такое полузакрытое, полуоткрытое помещение, где снаряды можно вынести на открытую часть. Утром рано, солнце еще не такое жаркое, и можно заниматься. И, представьте себе, не можете, через два месяца кроссфита я уже могла наверх поднимать 25 килограмма от земли, там, я не помню сколько, 45, по-моему. Ну, то есть, и я все это делала правильно, правильно стояла, правильно, значит, там, штангу эту поднимала. Все, у нас были девочки, которые вообще там по 70-75 это все делали. Тайки, кстати, очень не любят проигрывать, и там все время еще, знаете, такой соревновательский дух, а я очень быстро бегала зато. Ну, и даже на короткие дистанции, на длинные дистанции, неважно, я очень быстро бегала. И я, конечно, уступала в поднятии веса, но я никогда не проигрывала, когда я бежала, потому что, естественно, я высокая, у меня длинные ноги, и я могу еще и припустить очень хорошо. И Тайка, я помню, там одна очень злилась прямо на меня, молодая девочка такая, за то, что ей прям очень хотелось победить вот именно в беге, но у нее никак не получалось. Но однозначно я спокойно, вообще абсолютно отдавал ей пальму первенства в том, что она поднимала гораздо больше веса. И, ну вот, за счет, я не знаю, какой-то общей движухи, за счет того, что там появились друзья, я как раз там познакомилась со своей Наташей из Аргентины. Она аргентинка, говорит по-испански, все, просто ее зовут Наташа. И я, может быть, поэтому даже захотела еще больше учить испанский, и потом поехала в Барселону. Но что я хочу сказать, вот за два месяца кроссфита у меня совершенно стала другая спина. И когда я поехала на ретрит в Таиланде, я абсолютно спокойно, вот по 10 часов в день медитировала. То есть у меня спина вообще ни разу не заболела. То есть мышцы спины настолько укрепились за счет того, что я занималась кроссфитом, что у меня, ну вот, вообще не было никаких болей. Поэтому я очень благодарна, что в моей жизни был кроссфит. Я не уверена, что я готова еще раз заняться именно кроссфитом, но я каждый день, каждый день что-то делаю. У меня есть гантели, у меня есть эспандеры, у меня есть куча упражнений, которые я делаю. Я каждый день что-то делаю для тела, потому что я понимаю, что здоровая спина – это мое здоровье в целом. И здоровый живот, потому что очень много упражнений для живота, для таза, для того, чтобы разогнать кровь, для того, чтобы сосуды все были чистыми, здоровыми, красивыми. Я очень много времени и внимания уделяю своему телу, своему здоровью, потому что тело – это храм моей души. И я про это всегда помню, как говорила одна из моих учителей по танцам. На сегодня все. С вами была Ирина Дельсоль. Всем ромашек! Субтитры создавал DimaTorzok